Одним дождливым днём началась очень долгая легенда. Вы просто посмотрите на длительность этого видоса. Легенда о двух безумцах, которые вдвоём сражались бок о бок против огромных кланов. И вы не думаете, что кланы были безобидными? Они выселяли всех бомжиков на своём пути, и безумцы встали на путь добра, чтобы свергнуть зло. И сейчас настало время представить этих безумцев. Это я. Все меня знают как злобного гения, и кей папа Хиза, который любит подоставать кланы. А это мой брат Дровосек. Почему Дровосек, спросите вы меня? Потому что он любит сформить дерево. И что бы ни происходило, вы можете услышать от него вот такую фразу. Дерево. Нужно больше дерева. А это деревня. И поверьте мне, они нас очень не любили. Присаживайтесь поудобнее. Вас ждёт история о безумцах. Но перед этим вам нужно поставить лайк, иначе эти два безумца настигнут и вас. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. А в телеге вы можете узнать секретную информацию о том, когда же будет видос Бизизи, и где сейчас Тармак. А ещё, там розыгрыш. И не забывайте писать комментики, это очень важно. А на этом видосе я жду 100 тысяч лайков, потому что вы не представляете, что нам пришлось пережить за эти несколько дней, чтобы сделать для вас эту историю. Эта долгая история противостояния началась, как обычно, с пляжа. Чё там, тебя ещё на пляже не отфигачили? Один миллион тысячу раз. Ха-ха-ха. Нифига себе. Нифига себе. Чё? Видишь магазинов сколько? А-а-а. Ха-ха-ха. А смотри теперь в зиму. Судя по количеству магазинов, на этом сервере играли громадные кланы. Да и я не удивлён. Это растория Йоу-Лонг. Мы уже были в предвкушении контента. Позитивно настроившись, я побежал в центр карты. Исследовать местность. На сервере уже наступила ночь, и меня дорога привела прямиком к какой-то огромной территории. По всей видимости, они попытались застроить заправку. Но я всё равно нашёл лазейку, как туда попасть. На самом деле, сюда я хотел забежать просто покушать. Но уже сейчас, по мне, начал кто-то стрелять. Муха в кедах. Я, походу, нашёл, где мы будем жить. Конечно, такое отношение к бомжикам я терпеть не стал. Уже в этот момент, я захотел там построиться. Появившись неподалёку от речки, я позабирал тыкву и кукурузку. И отправился в сторону свалки. Именно там я мог нафармить немного ткани и металла. Ты на речке хочешь построиться? Ты возле меня? Да. Так, бот номер 7. Подходи. Всё, если что, у нас будет якобы 7 человек. У нас легенда такая. Держи. Спальники сразу крафти. Там два штуки можно сделать. Да, нас было всего двое. Но ники были бот 1 и бот 7. Это был мой коварный план по запугиванию игроков. Потому что многие, бы увидев наши ники, подумали, что у нас целый клан и на 7 человек. Смотри, маска у тебя топовая. Это ПНВшка. А, вот это? Да. Ну да, вообще чётко. Офигенно видно? Вообще здорово. Всё, будем такую грязюку делать в этом вайпе. Я кирку нашёл. О, офигенно. Я хочу с моего стэш зоныкать. А ещё знаешь, что у меня есть? Ну? Подходи, покажу. Смотри. Да, у меня ничего нету. Арбуз клоэпит, блин. И за что я люблю эту игру? Вы просто посмотрите на это шикарное небо. Атмосферы в этой игре просто не отнимать. Так, один спальник здесь. Я думаю, надо тыкву пока снять. Выглядит так, будто бы здесь можно что-то обворовать. В крайнем случае, вот этот магаз можно обворовать. А ещё можно подождать типов, которые будут идти перерабатываться. Смотри, по всему, тут хорошие ребята живут. Да. Пошарившись немного по их территории, я увидел то, что у них работают большие печки. Я понимал, что это не совсем клан. Это, скорее всего, какая-то большая деревня. Но то, как они поступают с начинающими игроками, которые не представляют опасности, явно заслуживало того, чтобы мы их просто немножечко подоставали. Вон на этом, на лапе сидит на 120. Так вижу. Там бомж, наверное. Я вырубал все спальники, которые я только здесь находил, чтобы нанести им хоть какой-нибудь урон. В теории, короче, если лестницу добудем, да? Мы отсюда можем поразбивать турели у пацанов. Это будет очень долго, но я думаю, мы справимся. Ау. Ноги сломал. Турели, ну это лук нужен, да, получается, сделать? Блочку, наверное. Тут ящик. Пустой. Я не уверен, но, по-моему, я нашел, чем можно заняться. Так, эта фигня не работает. Блин, до того ящика нельзя дотянуться, да? В окне я увидел локер, в котором могло лежать оружие и одежда. Но чтобы его разлутать, нам нужно было пробурить один потолок. Мы вот это выбьем потолок и все. Пошли домик построим, домик построим. А потом вернем сюда и копьями выбьем. Я видел, там штука одна вкусная стоит. Там оружие может быть. Прежде чем доставать наших соседей, мы отправились на плотный фарм, потому что надо было построить домик. Здесь же на нас напали какие-то аборигены. О, лучник. Ты умер? Да. У меня хп не было. Я его убил. Отлично. Тут еще один. Я его убил. Надо дом тут застраивать. Они сейчас прибегут сюда. Офигеть. Ты? Это машина. Да. Нет, не ты. Не, не я. Убил. Еще одного убил? Да. А, себя лутай, короче. Вот его лутай. Да, лутал. И хоть я умудрился разобраться со всеми, пришел еще какой-то пэшечник и убил меня. Хорошо, что некоторые ресурсики засейвил Серега. Знаешь, когда в игре на тебя постоянно нападают огромные кланы, ты можешь задуматься, почему у тебя до сих пор нет личного танка или же самолета. А вот War Thunder все это есть. Это всеми известный бесплатный многопользовательский онлайн экшен с противостоянием наземной и воздушной и морской техники, доступный на персональный компьютер, Xbox, PlayStation, а также Mac. Особенность игры заключается в том, что в одной сессии могут участвовать разные виды техники. Например, в облаках игроки соревнуются на самолетах и вертолетах, в то же время под ними на земле ездит бронетехника. На морских локациях под управлением игроков могут находиться корабли большого и малого флота. Локации War Thunder охватывают весь мир, от Аляски до Африки. Все карты выглядят очень реалистично, благодаря шикарному звуку и обновленным эффектам. А недавно вышло крупное обновление «Пламя и лед», в котором игрокам станет доступным как разведывательные, так и боевые дроны с ракетами. Одна из главных новинок обновления – полностью новая ветка финской техники. Кроме того, впервые в игре появились огнеметные танки и катера. В обновлении были существенно доработаны визуальные эффекты. Теперь при взрыве от танка отлетают различные детали, а при детонации боекомплекта от него остаются только башни и воронка. А если ты хочешь встретиться со мной, то качай War Thunder по первой ссылке в описании. Кстати, все игроки, кто не заходил в War Thunder полгода и больше, получат полмиллиона серебра, неделю аренды легендарных немецких танков, бустеры на прокачку, неделю премиум аккаунта и другие бонусы. Но тебе нужно поспешить забрать все это, так как сезон немецких подарков скоро закончится. Ссылка в описании. Я снова появился здесь на спальнике и начал следить за этими пэшечниками. Я вижу типа с калашом, слышишь? Он, короче, типа с пэшкой убивает. Бочки фармят. Мы его не убьем. Его убили. Забирай пэшку, уходи. Я не увидел пэшку. Она из рук выпала. Вот она. Меня убили. Пофиг, сейчас его убьют. Я увидел, где пэшка. Пэшка где? Ищи пэшку. Нашел. Уходи. Уходим, 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 уходим. Беги, беги, беги. Всем патриков. Давай, давай, у меня есть патроны, я украл. Давай отойдем. Кстати говоря, Серега, пока я следил за теми типами, все-таки умудрился отстроить домик. Я же говорил, что ресурсики он засейвил. Фига себе, ты шустрый. Почти самая быстрая рука. Так, я кровать сюда поставлю пока. После мы начали следить за этим калашистом. Оказалось, что это был один из жителей той деревни. Мы даже как-то попытались его выждать, но ничем хорошим это не кончилось. А он меня убил, прикинь. Он знал, что я тут сижу. Останавливаться на этом мы явно не собирались. Было принято решение скрафтить чирки и сесть на заправку возле переработчика. Вряд ли, ну вот я с чирки постреляю, короче. Вот я еще просто постреляю, типа. А ты в переработчик вещи закинь. Вот тут ты меня видеть будешь? Да. Короче говоря, мы байтили их всеми доступными методами. Тут че с двушкой сел? Возле тебя? Да. Может он тебя не увидит? Он меня не видит. Нет. Убил двушку. Это мой ее или куда? Не, мы ждем типа, когда он придется. Надо побайтить типа, слышишь? Давайте кирочку скину. У меня камень есть. Бомж заходит сюда. Прикинь, я ему урон не нанес даже. Он лутает. Ты встал? Да. Нет, не убивай, пожалуйста, я бомж. Он зайдет сюда. И как бы мы не байтили на живца, перерабатывали ресурсы, они все равно отказывались сюда заходить. Это было странно, потому что лично я точно бы пошел лутать типа, который перерабатывал что-то. Ух ты, тут два активизировались. Капец они противные, они отказываются просто сюда заходить. Прождал я их тут очень долго. День сменяла ночь, ночь сменяла день, а они так тут и не появились. Я был как хатика. Но хорошо, что время от времени сюда забегал какой-то путник и перерабатывал компонентики. Там кто-то прыгает. Ты? Да. Я убил типа. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, не надо, пожалуйста, не убивай, нет. Да не убивай. Да не убивай. У меня ничего нету. У меня ничего нету. У них тут куча турелей, куча вышек, а они как терпилы боятся зайти в свою заправку. Ты представляешь, насколько они суровые? Друг напротив друга стоят, блин, на крыше. Короче говоря, спустя 20 минут мы поняли, что ловить на этой заправке нам пока что нечего. И пошли пытаться байтить их с другой стороны. Якобы мы фармеры. Там ферма какая-то. И чё, он теперь не выйдет из дома или чё? Но выходить они явно не собирались. Потому что они были заняты. Они всё это время сидели на крыше. И тогда я начал петь им серенады под забором. Сиди на крыше и бойся меня. Я приду и заберу твоё оружие. Доверься мне. А я по-прежнему искал различные лазейки. Как же можно им поднагадить? Я вижу шкаф открытый. У них на территории. Надо немножко деревца. Сейчас посмотрим. Оп. Нельзя пробежать к шкафчику. Пустя некоторое время нам даже чудесным образом удалось раздобыть наше первое оружие. Я берду отжал. Ты убежишь? 168 скрапа. Тем же временем возле нашего дома кто-то начал сидеть. Нет, я шаги слышу. Реба в твою сторону побежал, либо ещё сидит. Он разбивает дверь. Они нас выжигают. Один минус. Тут с Томсомами пришли. Я возле дома. Я убил одного. Один под дверью прям. Лутай и домой заноси. Убил его. Крафти дверь. Крафчи. Меня убили. Я не нашёл ВПшку. Я его залутал. Я умер. Да, первую берданку подержать в руках я смог ровно 5 минут. Нас просто выжгли. Домик номер 2. Я, конечно, попытался что-то сделать, но их было тут слишком много. Но сдаваться мы с Серёгой явно не планировали. Блочку не забрали. Там всё равно, наверное, уже ничего нет. Ну, они шкаф поставили свой. Замок. Хорошие соседи там. Там деревня живёт целая, я не знаю просто. Надо, короче, ещё раз возле них строиться и всё. Делать металл дверь. И не выпускать их из дома. Сейчас я на военную базу зашёл. Там ящики спавнятся вообще. Там нет смысла ходить вообще. Когда наступила ночь, я отправился на их заправку. Где нашёл пару челиков, которых, видимо, убили хозяева этой территории. Они вверх забивают. Сочелька у меня есть. И топовый топор. И этим топором нафармить на новый домик не составило и большой проблемы. Дверь есть? Нету. Не нашёл? Наверное, спалят сразу. Не, не спалят. Мы сейчас пойдём к камушке, поформим. Выходи, это кабан. Сейчас. Выходи. Так, мы сделаем вот так. Вот так. Сюда шкаф. Они начали бегать. Это хороший знак. Сейчас за камнем идём. Этот надо жирше. Лук дома, наверное, пока оставить. Нет, да, бери особо. Ну, если выпустишь, я пойду просто на заправку. А, я забыл, что у нас нету кладка. Сбегаю просто на заправку, может, переплавлю. Пойдём на мусорку лучше. Я думаю, это профитнее будет. Да, сутрёвую возьму с луком. Мы будем кибитки специально строить с деревянной дверьми. Пустые. И гантрапы везде ставить. Ну, как идея, конечно, классно. Ловушка переколана. Будем сейчас мутить такую грязюку. Раз они начали активничать, это очень хорошо. Они деревни, наверное, играют. Их очень много. Сейчас метальчику сделаем. Двери поставим. Замки поставим. И будем доставать наших соседей. Потом вышку построим специально. Будем стрелять по ним. Они же любят такой геймплей. Короче говоря, план у нас был довольно неплох. Но для начала нам нужно было укрепить защиту нашего домика. Чё, надо за камнем сходить. Да, кирочки есть, полетели. Где-то я видел камень раньше. А, я знаю, где наш старый дом. Оформив немного камушка, мы сразу же заапгрейдили наш домик. Потому что понимали, что, скорее всего, эта деревня придёт нас снова выжигать. А, у нас уже фулл каменный дом. Всё. А как на крыше, ага. Серёга увидел, как один из жителей деревни отправился фармить дерево. И мы решили к ним сходить в гости. Я его убил. Тутай арбалет. О, нормально. Не, он 100% когда-то выйдет на улицу. Ну, ещё за деревом по-любому. Он тебя убил? Я его убил нафиг. На крыше? Да, уходим. Я ему с арбалета, с вертухи дал в лицо. Ай, блин. Не помог ему болт, слышишь? Да, вот сейчас будет лестница. Там турели и куча у него. В свободное же время я старался пофармить как можно больше фермеров. Потому что именно благодаря ним можно было нафармить побольше ресурсов. Я двоих убил. Честно говоря, я в шоке. С оружкой были? Да, бомжи с гроздомётами. Тут ящики эти спавнятся каждые, блин, не знаю, 5 минут. Пока я разведывал обстановочку возле территории этой деревни, Серёга фармил скрабчик. У нас практически всё шло по плану. Ай, я не улучшил проём, нифига себе, гений. Устроится кто-то. Ты слышал? Угу. Кто им разрешал? Это вот этот, наверное, каменный, где скала. Может с ним поговорить? Алло, кто построил базу здесь? Где ваша близка? Хелло, хелло. О, пости, пости, хелло. Да, пости. Мы можем тебе пригласить в группу, мой друг. Смотри, я новый, у меня только хэчет, хэчет. Да, да, да. Хэчет и пикэкс, ты знаешь. Класс к нам, в посадочном городе, ты знаешь? В посадочном городе. О, да, в посадочном городе очень плохо. Да, да. Я не люблю мидер. Мы познакомились с нашим соседом, который жил неподалёку. Убивать его у нас не было в планах. Мы добавили его в команду, чтобы не мешать друг другу вызывать. Можно я пригласить моего друга? У меня есть друг, он не... Да, да, да. Да, окей. Ты живешь здесь? Да. А потом мы поняли, что нам нужны лестницы, а для этого нужно было пофармить мусорку. Но по пути туда мы встретили челиков, которые убегали уже оттуда. Я двоих убил. Ну я прямо рядом. Это ты? Да, 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 да. О, это фармеры. Сочель. Лидоруб нифига. Лидоруб. Втроём на нас выбежали. Ну да, я как всегда... Я как всегда с тобой первый вздох. Так они выбежали прям на тебя, слышишь? Они меня даже заигнорили. Хорошо, что у нас появился лидоруб, которым мы могли нафармить плотненько ресурсов. А потом я и вовсе увидел очень много больших печек, которые мы могли использовать, чтобы наплавить металл. Их уже, кстати говоря, пытались застроить какие-то бомжики. Я его убил. Короче говоря, фарм ресурсов у нас шёл полным ходом. Сейчас мы чуть-чуть дерева тут, ну, металла наплавим, и кайфово будет. У нас будут металл двери. Отлично. Надо больше двери, наверное, поставить. Да, да, по-любому. Весь скраб, который у нас появлялся, мы сразу тратили на изучение, потому что понимали, что нас могут зарейдить. Давай пайпы сделаем? Давай. Знаете, что было самым забавным? Что у жителей деревни было очень много оружия и ресурсов, но они выбегали с пайпами, иногда и вовсе голыми. О-о-о, ши-и-и-и-щ. А своё оружие они использовали только сидя на крыше или стоя под турелями. Кто это? Гранату? Но мы доставали их всеми доступными методами. Он любит терпеть. По-любому. Конечно же, после нескольких смертей он сразу поднимался на крышу, Но и это ему тоже не помогало. Печально, что туда не залезешь. И вот, когда мы поняли, что ловить возле их территории пока что нечего, я отправился на поиски типов с пушками. Я двух берданчиков уйду. Сюда. Они еще топливо на печку принесли. Я тут бот. Офигеть, боты тут жесткие. Все, две берданки у нас есть. Ты все забрал, да? Да, я все забрал. Все слутал в расу. Под ноль слутал их. И после того, как у нас появилось оружие, выживать нам стало гораздо проще. Ну, я думаю, он знает, где мы живем. Да вроде нет. О! На крыше. У него бывает только два варика. Либо он на крыше сидит, да? Либо он снизу мертвый лежит. Ха-ха-ха. А, блин. И как только у нас появилось время, мы решили немножечко отремонтировать у них турели на территории. Как я люблю это дело. Я уже забыл, что такое турели разбивать луком. Так, лук взять, да? Угу. А ее... Ну, типа, вообще, даже за лута тебе тут даже не получится, да? Ну, я попробую, конечно. Это когда в глаз ей попадаешь, и на лодке отстреляют. 300 хп у нее. На, еще стрелы у тебя. Я пойду, посмотрю, еще рейдит. 300 хп — это 30 стрел. Просто фул натяжки. Неподалеку от нас начался какой-то большой рейд ракетами. А я придерживаюсь такой политики. На любом рейде можно что-нибудь йонькнуть. А по пути туда я встретил своего любимого друга с ником Ангелок. Это тот самый Руф Кемпер, который постоянно сидел на крыше. Ой, Ангелочек! Да за**ешь ты! Ох ты у**бок. Ммм, спустился с крыши. О, спустился с крыши. О, да. Тебе в жизни этого не хватает. О, Ангелок, ты такой хороший. Да, спустился с крыши, тебе у**бок дали. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Этот домик рейдил какой-то клан. А так как я был на легке, мне ничего не оставалось, кроме как попытаться подойти к этому дому поближе. Но меня спалил калашист. Тогда я схватил берданку и начал выжидать, когда же они немножечко разделятся. Вижу, один убегает. Надо его догонять. В нашу сторону? Вон налево бежит, видишь? Я его убил, походу. Ищи калаш, у него оружие должно быть. Вот он. Забрал? Уходим. На, держи. Калаш? Да. Давай. Уходим. Они идут за нами уже. Да, меня убили. Я про это и говорил. Ты живой? Да. Я пока просто петляю. Гу, муж, я как-то с собой задержу их. Я вроде убежал. Ух ты, я какого-то... Второй верстак! Очень большой круг надо давать. Я же тебе говорю, там снайпера сидят за 200 метров стреляют. Слушай, а у нас теперь есть калаш. Знаешь, что это означает? Что мы с тобой потенциально можем построить вышку и байтить типов. Я сейчас типа убью золотой, шелон бензопилой фармит. Угу. Он умер. Все, беги домой. Ну нафиг. Он в меня попал. Еще раз попал. Меня уберет. Беги домой. Ты его лутал? У него куча дерева. Тут с вышки стреляет. Тут наверху сидит и стреляет. Не надо меня пробивать. Ты можешь лучше уйти? Да, лучше уходи. Уйти это самое проблематичное. Но он попадает. Он опять попал. Меня прям жестко пушат. Он на вышке стреляет, да? Нет, один за мной бежит. Один минус. Я просто не знал, что мне делать. У меня было всего 7 хп. А бежать домой нужно было через болтовщика. Я убежал от него. Я, конечно, их могу подбайтить и убить, но у нас хилок нет. Я дома. Я дома. Я не знаю, какие карты удачи должны были упасть, но я смог выжить. И донес домой второй верстак. Я знаю, что надо сделать. Надо шприцы изучить. Это первое. После присоединился друг иностранца, и мы добавили его в команду. Welcome to the club, buddy. Мне нравились эти позитивные ребятки. Когда наступила ночь, первым делом я добежал до свалки. Там я пытался найти каких-нибудь фармеров. А после добежал до больших печек, которые стояли на берегу. Сюда. Хорошо вообще. У нас все шло по плану. В доме наконец-то появились печки, в которых мы могли плавить металл и укреплять защиту нашего дома. Но я не знаю до сих пор, каким образом жители деревни нашли наш дом. И начали под ним сидеть. На мне прям. Давай, дерево нужно быстрее. Они сейчас придут рейдить нас. Я пока сделаю, ну, какую-то отстрелочную. Сейчас у нас оставалась самая большая проблема. У нас снова кончились ресурсы. И у нас просто не хватало времени, чтобы их отформить. Он на фундамент ставится, да? Да, фундамент и лестницу. Потом разобьешь. О, они уже тут. Вот он. Опять выжигает. Один минус. Я бегу. Говори инфу, где они? Я иду. Он внизу, где у нас выход был. А второй где? Сзади. Он сидит за веб. Второй за вебом сидит. Я троих убил. Он с разрывным убил. Угу. Да уж, к такой ситуации мы явно были еще не готовы. Но мы сражались до момента, пока у меня не вылетела игра. Короче говоря, пока я перезаходил в эту игру, наш домик уже полностью прорейдили. Пойду еще пофармлю. Я мастер в этом деле уже. Но есть и хорошие новости. Этот дом можно восстановить. А чтобы его восстановить, нужно всего лишь было нафармить 20 скрапа и изучить зажигательные стрелы. Даже после второго рейда мы сдаваться не собирались. Короче, надо зажигательные стрелы выучить. И выжечь этот дом. Ох, нифига у меня мышка. Че с этой мышкой не так? Второй верстак они у нас тоже забрали, да? Серега, судя по всему, немного расстроился и отошел пить чай. Но я действовал по плану. Времени, чтобы расстраиваться, у меня просто не было. Тем более, я знал, что меня ждет впереди. И у меня был план, как я буду доставать этих соседей. Только второй верстак поставили, а они пришли. Классно. Ну ладно, им недолго осталось жить. Тем более, спокойно. Ну ладно, как бы убитые, заряженные, но не сломленные, как говорится. Тем более, дом они не застроили. Отлично. Плюс лестница у меня есть халявная. Почему сосед рядом живет, а мы, блин, опять зарейдили нас? А потому что они, когда тебя убили по домам, они узнали, где мы живем. Потому что они же тебя убили. Увидели ник и решили нас зарейдить. Мы украдем у них болт. Они отстроим вышку, короче, слышишь? И ты будешь просто бесконечно сидеть на крыше. Ну нормально. Отличная идея. Такое ощущение, что надо рядом еще один дом построить. Мы этот дом застроим. По красоте будет. Просто у нас опять лесов не хватило на островку. Ну я не успел поместить. Все, хата вернулась. Хорошо, что шкаф они не застроили, и я смог спокойно восстановить этот домик. И двери все были наши. Забрали они только второй верстак и пару пушек. Так, что мы делаем? Когда наступила ночь, мы с Серегой залезли на одну из их вышек. Там мы могли раздобыть очень нужную для нас инфу. Рассмотреть полностью их территорию и построить новые планы. Походу еще нужны турели. Ой, не турели, а лестницы. Блин, у них так много магазинов, открытых на крыше. Надо будет с этим что-то делать. Каждый наш старт после рейда был как будто заколдованный. Оружие у нас появлялось буквально моментально. Один минус. Второй убегает, прикинь. Они с берданками, и второй убегает нафиг. Он умер. Я уже рядом. Я домой. Он с фулл компонентами был. Я сейчас-то вытавил его. Они металл хотели, короче, поиметь. У нас тысяча металла есть. Две берданки сюда. Я же говорю, блочкой имбасы дважды. Уничтожаем типов. Ну вот, недолго мы бомжами побыли, да? Ну да. Третий старт оказался намного удачнее, чем предыдущие два. Мы даже смогли отжать аэрдроп. У нас в этом вайпе, походу, сочельный день. Да? Сочельник, слышишь? Но только мы ими не пользуемся. У нас их забирают. Может, это проклятые сочели? Может быть. У нас появлялось больше оружия. А это означало, что нам нужно идти к нашим соседям, которых мы так сильно любим. Тем более, я услышал звуки коровы. Может, они взлетят, и мы их убьем? У них коптер? Корова, слышишь? Они рейдить, походу, собираются. У них вся крыша открыта. Но турели у них, конечно, там жесть. Слушай, а может они, когда улетят, мы успеем? Если они рейдить полетят, мы успеем у них турели разбить? Нет, не успеем. Там еще снизу куча турелей. Вообще, я бы базуку где-то нашел и зачем. А сколько их там человек? Человека три? Ну, наверное, да. Походу, они собираются кого-то рейдить. Не просто так же они корову заводят, да? Когда я увидел, что они собираются все в одной корове, я понял, это наш шанс. Одного убил. Туда мой, походу, зашел. Да, он внутри. Ты жив? Да. Сзади, сзади еще. Я ухожу. У меня куча компонентов. На крыше убил. Я убегаю. Я убежал с компонентами. Угу. Надо будет проследить за ними. О! Сзади. Честно. Я его убил. А с чего он? С ревика, что ли, будет? Или по-шелли. Вы просто посмотрите на этот прекрасный ник. Сейчас начнется очень интересная история с этим человеком. После того, как я разобрался с этим щеликом, я пошел фармить дерево. И тут вернулся он. Меня убили. Он меня с ревика убил. Мне в голову дал. Это читер? Я не знаю. Ты под хатой? Да. Теперь он два раза в голову дал. Я его убью. Это этот же и есть щелка. Серега, это читер. Man, you suck with hack. You suck with hack, man. You suck with hack. И, man, садись, садись. Ты золотого? Да. Походу из дома не надо выходить. Надо ему репорт кинуть. Я не знаю, как так произошло, но к нам прикопался какой-то читер, которого мы тоже смогли победить. Фарми дерево, короче, голым. Потому что, ну, читер сейчас придет. А я сдох. Это читер. В голову опять. Да? Да. Меня с двушки убили. Меня читер убил. Этот читер оказался настолько умен, что прыгнул под мой гантрап. Сдох который сейчас. Я думаю, это не читер сдох. Да, это читер. Прикинь. И оказывается, у этого читера был друг, который тоже сидел у нас под дверью. Какой у него друг? Пой. Я дерево забрал. Это мое дерево. Да, я читер, брат. Я читер. Ты играешь с читерами? Shut the fuck up. Я читер. Чит, 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 чит. И самое забавное было то, что читер называл меня читером. Я настолько преисполнился в этой игре, что смог их победить. После этого наш новый друг куда-то пропал. И у меня появилось время немного улучшить наш дом. Прикинь, если нас еще читак сейчас будет плотно напрягать, то это жесть. И тут я понял эстетику этого вайпа. Он вначале дает тебе белую полосу, чтобы ты смог развиться. А потом проверяет тебя на прочность и подкидывает черные пробелы. Но главное в этой ситуации не сдаваться и продолжать гнуть свою линию. Впереди у нас был план, как развести эту деревню на ракеты. Хоть мы и жили где-то далеко, но возле нашего дома постоянно происходил какой-то хаос. В общем, у нас было много гостей. Один минус. Нам надо переезжать отсюда. Иначе нас опять зарейдят. У меня снова вылетела игра. И в этот же момент Серега рассказал, как на наш гантрап прыгали какие-то челики. Он сдох. От гантрапа. У него эти были. Как его? Сачель. Не сачель, а бобовки. Или, подожди, может, гранаты обычно? Он хотел гантрап, наверное, взорвать. А, у нас тут заруба бомжей, походу. Надо где-то кибу рядом построить. Надо переждать чуть-чуть момент этот, чтобы они к нам не лезли. Мы занялись самым любимым занятием Сереги, фармом дерева. Потому что у нас был план застроить старый домик. Там бы нас точно никто не стал искать. Вот. Вот туда же замок наш. Думаешь, его обратно вернуть? Кровать. Чья, твояная? Ну, давай его и застроим. Да. На, шкаф. Тут же есть как-то. Нет. А, в смысле? Я в ящик сейчас все скину. Не, может, подальше переедем? Или все-таки думаешь, что тут? Ну, давай тут фиксим. Может, они тот дом будут рейдить. А это сейчас улучшим. Потихо и грусти. Будем в том доме жить, короче. Байтить на тот дом. Короче, план у нас был такой. Раз эта деревня любит порейдить домики, мы подумали, а почему бы нам не построить побольше пустышек, чтобы они рейдили и тратили свои ракеты? А ресурсов в тех домиках просто не будет. Но, согласитесь, звучит гениально и максимально просто. Все основные ресурсики мы сразу перенесли в наш новый домик. Ну и, конечно же, полностью его улучшили. Сейчас буферки сделаем сразу в этом доме. Его главное не полить, этот дом. Мы сюда будем основу таскать время от времени. Угу. Так, надо все ящики эти поднять. Собери все с них. Тем же временем Серега предложил заняться его самым любимым делом. Может, надо было этот взять? Топор дерева пофармит. Это у нас, как всегда, ничего нет. Когда мы достроили наш домик, мы снова побежали байтить деревню на заправку. Да то, что меня убьют, это пофигу вообще. Идет хазмачик с двушкой. Поднимаю тебя. Надо быстрее сваливать, да. Я забрал все. Вики. Ухляем. Ха-ха-ха. Ай, блин. Я забрал лесу. Мы были уверены, что у наших соседей очень сильно горит на нас. Но они даже и не подозревали, что это только начало. Павнись в том доме. Ходи там просто, потому что он сейчас придет. В старом, да? Угу. Полить новый дом нам пока что было нельзя, потому что они бы 100% нас выселили. А чтобы его зарейдить, нужно было всего лишь 4 ракеты. Поэтому, все это время, мы байтили их на тот дом. А еще моя теория подтвердилась. Оказывается, что деревня слева и деревня справа, это был один большой альянс. Не сказать, чтобы они все время играли вместе, но помогали друг другу постоянно. Поэтому мы всегда продумывали различные планы, как нам огорчить и тех, и других. Хорошие новости. На крыше у этих письмок турели до сих пор не работают. Ну, это манит у них территорию, у них все двери там открыты. Ну, я могу какую-то музыку скрещить просто, если будет слышно, как ты ресницы ставишь. Но от этого легче не станет, если он в онлайне окажется, понял? И вы можете не сомневаться, эти ребята в онлайне были 24 на 7. Чтобы реализовать этот план, нам нужно было выжидать время. Но у нас всегда было чем заняться. В свободное время мы укрепляли защиту нашего домика. Возле дома старого бегают. Что вам надо? Чем? Че тебя интересует, гномик? Пока я улучшал наш новый домик, возле нашего старого бегали жители деревни. И судя по всему, они проверяли нас на онлайн. Они явно готовились нас зарейдить. А кто это такой вообще? Это гном. Ну, там где с этих, в Тиме этой всей, где мы ходили сейчас, китайцы. А прикинь, мы могли построиться на территории вот этой, ну, где забор деревянный. Бегая недалеко от своего домика, я заметил сгнивающий бункер. И судя по тому, что там гнило только МВК и камень, а металл был в порядке, там должны были быть какие-то ресурсы. Хорошо, что я умудрился залутать еще один аирдроп, в котором вы парисачели. Еще две сачели. Мы с Серегой решили не тянуть много времени и сразу забахать этот сгнивающий фундамент. А, слева дверь закрыта. Так, а справа. Пойдем отсюда. Надо сачельку изучить и добахать этот дом. А в лесу, где мы построили новый домик, бегали уже клановые игроки. Он умер. Ты жив? Да. У меня кровотек, я здесь бегу домой. Гном. Ты думаешь, он догадался, что это наш дом? У нас все шло практически по плану, нам оставалось изучить сачельку, но к нам вернулся старый знакомый. Тот читер, о котором я вам говорил. Слева, нет, да. Это читер? Да, это читер, это читер. ОФБ этот. Я увидел, в какую сторону он убегал и решил за ним проследить. К нему пошел, да? Оу, еее. Найс чит, бич. Я хочу за ним проследить, где он живет. Я побежал снова в сторону того домика, где он меня убил. И он продолжал фармить там дерево. Я вижу, где этот читер. Ты следишь за ним? Да. Хочешь прикол? Какой? Я в его доме авторизован, в доме китайца. Я в доме китайца авторизован. Пускай он фармит побольше резов. Я у него в шкафу авторизован. Он об этом узнает как-то? Нет. Он не знает, что я там авторизован. А как ты авторизовался? А это походу он занял какой-то сгнивший дом. А, и я наверное тоже авторизован. Я в пизде ходил тыкал. Походу. И когда я увидел то, что я оказывается был авторизован в этом домике. В домике, где жил китайский читер. Я понял, чем мы займемся в ближайшее время. Ну а пока читеры фармили ресурсики. Мы решили добахать тот сгнивший дом. Тем более, у одного МВК потолка там осталось всего лишь 50 хп. Тут еще дверь. Но тут есть ящик. И они с лутом. Тут бур есть. Ты сможешь выйти? Ох, нифига, тут нормальный ресурсик. Тут электрика есть для нас. Спустя 5 часов игры на сервере читера все-таки забанило. Да, рядом с читер, с нами живет. Забанило его, походу. Их забанило. Что, надо буры брать? И застроиться камень надо или дерево, чтобы изнутри его долбить. Давай так и сделаем. Короче говоря, Серега предложил отличную идею. Улучшить их стенку, повернуть ее другой стороной, чтобы она была неправильной, застроиться и просто начать заниматься самым любимым делом. Бурением стенки. Все, я начал бурить. Я люблю. Ты застроился? Да. А дверь поставил, да? Да. Это, конечно, занятие надолго. Но я люблю это дело. Побурить, да, перфоратором? Я уже 50 кп выбурил. К сожалению, буров нам не хватило, поэтому мне пришлось добежать до аутпоста. И в этот момент Серега увидел какой-то баг. Он никогда не играл в раз, тем более на этом сервере. Но у него почему-то был изучен весь второй верстак. А тут же после вайпа ударяются же, да? Да. В том-то и дело, что тут после вайпа, ну, глобал вайп недавно был. А у тебя все изучено, весь второй верстак. Ты даже не играл на этом сервере, у тебя все изучено. Очень интересно. Прикинь, какая имба. Нам не придется скраб тратить на базуку. Надо ее скрафтить, чтоб ты просто изучил. Ну, ком. Что-то он совсем банджар был. Я думал, тут ресов куча будет. А у него просто... Серьезно, это все, что было в доме щитака? Даже как-то даже обидно. За забора. Странным образом, в этом доме не было ни щитака, ни его друга. Да и ресурсов, скажем так, здесь было не жирно. Дом мы забрали себе и отправились на поиски этих типов. Я не поверил, что то были читерские ресурсы, поэтому мы побежали искать еще какие-нибудь домики, которые находились рядом. В итоге, я наткнулся на интересный домик, в котором все двери были открыты. Знаешь, что мне кажется? Все равно опять бурить надо. Я нашел домик один классный. Там если пробурить две двери, там все открыто. Блин, я таким говном давно не занимался. Рейдить бичей? Да, рейды бурами. Почему бичей? Мы читера ищем. Там шкаф. Смотри, там второй верстак. А протолкнуть нельзя? Не, нельзя. Надо бурить дальше вот эту. Работаем. Великолепное занятие. Мое любимое. Я люблю долбить стеночки. Это самое... Ну, знаешь, по сравнению с войной с Руфкемпером, да? Это самое спокойное занятие в этой игре. Галл, сейчас влетит сюда какой-нибудь человек. Без определенного места жительства. С двушкой, да? С двушкой, да. Так, заходим. О! О! О, компонентики. Бобовочка. Там сочелька была или бобовка? Бобовочка. Ну, гранаты которые. Блин, знаешь, в чем фиаско? Нам опять надо разбивать шкаф. Я до сих пор не знаю, чей это был домик. Читер постоянно прибегал с этой стороны. Но мы все равно были не уверены, что этот домик его. Но ресурсиков мы отсюда забрали достаточно. Тем более мы явно были в плюсе, потому что каждый заряженный домик мы забирали себе. Так, я застроился. Потом мы пробурили еще одну стеночку. Но там мы нашли абсолютно ничего. Ой, как не зря долбились. Хорошо. После чего мы нашли офигенный и безопасный метод по фарму скрапа. Мы просто отправились на свалку и перерабатывали машинки. А скрап мне нужен был, чтобы изучить базуку. Потому что мы верили, что это баг. И после рестарта все изучения у Сереги просто пропадут. Зари, зари. Видишь? Угу. Это лжество скрапа. Отлично. Конечно же, базуку и скоростную ракету мы сразу же изучили. После чего мы докрафтили сачельки и решили дорейдить тот МВК-бункер. Рушку брать? Так, так, я жив, нормас. Да, бери по-любому. Второй верстак и еще одна дверь. Лестницы, чтобы выбраться отсюда у меня не было. А Серега в этот момент фармил серки, чтобы дорейдить этот дом. Но я нашел гениальный выход из этой непростой ситуации. Я знаю, как я выберусь отсюда. Я гений, слышишь? Я выбрался! Лестница не нужна? Я через степа выпрыгнул, прикинь? Дома я докрафтил последние четыре сачельки. И этого нам уже точно хватало, чтобы дорейдить наконец-то этот домик. О, он кельнулся. Он сюда залазил, смотрел, сюда сел. И все, и контрришь в лестницу, никто сюда не попадет. Это было близко к смерти. Ну да. Так, тебе скинуть замок и дверь. Ох. Сочно? Да, надо разбивать шкаф теперь опять. Все, давай. В шкафу вообще ничего нет. Но! Но! Это хороший дом. Ну да, компонентов прям сочно. В реальной жизни уже было где-то пять утра. Мы играли практически сутки. Понимая, что скорее всего два наших домика зарядятся этой ночью, мы приняли решение переработать все компоненты, поизучаться максимально и отстроить мой топовый бункер. Мы сейчас в бункер поставим. У меня тип тут! Он меня убил! Он сейчас заберет все компоненты. Я бегу, я рядом. Я убил его. Убил? Да. Хорош, нафиг. Это же он сильно обиделся на тебя. Чудовище, откуда ты сюда залезла? Офигеть. У него лестница была, он лестницу поставил, надо снять их. Он даже скраб не забрал, прикинь. Ёлки-палки, нифига себе ты задефал. Жесть. Тупо проснулись. Тупо проснулись моментально сразу. Будильничек сработал. Если ты не хочешь, чтобы такие будильники срабатывали у тебя, то обязательно поставь лайк. Все, ракетница готова. Помимо бункера у нас постоянно были проблемы с топливом, поэтому мы построили НПЗшку. А потом на какой-то сгнившей территории, где был полностью готов забор, мы начали отстраивать наш топовый бункер, в который нужно было бы потратить очень много ракет. Из-за того, что в ящиках стало намного больше слотов, бункер действительно стал имбой. Смотри, оп, все, бункер готов. Абсолютно все ресурсики с наших домов мы перенесли в новый, ведь о нем жители деревни точно не знали. И если бы они зарейдили один из тех домиков, они бы ничего не получили, кроме записки, в которой мы оставили добрые пожелания. Но перед тем, как идти спать, мы решили реализовать наш план по ограблению их магазинов. Так, у нас есть тысяча пороха. Сейчас я тогда за углем пойду. И сера у нас есть готовая. Мы с Серегой скрафтили немного скоростных ракет, лестницы и отправились наносить урон деревне, где Серега показал максимальный уровень паркура. Вот отсюда будем рейдить. Не могу зарезать. Как ты запрыгнешь? Прыгай вверх смотри. Я так и делаю. Оп, там сдалека прыгаешь. А, ну он почти цепляется, я не знаю. Это очко какое-то. Давай, у тебя получится, давай. Так быстрее убьют сейчас. Ну ладно, прыгай через меня, фиксим. Ну ты, конечно, даешь. А тут как? Он не запрыгивает. Вот, запрыгнул. Я не понимаю, как просто работает здесь физика этой игры, блин. Да какой нафиг, я не знаю, как там. Ладно, пойдем, смотри, тут же можно отсюда запрыгнуть. Нет, дерьмо вообще полное. Давай. И спустя пять минут, как Серега залез на эту крышу, мы начали грязные делишки. Вначале вот эту бахаем. Первую. Просто прям на нее мушку наводишь и стреляешь. Минус одна. Все, теперь дальнюю. О. Мы взорвали все турели, которые у них были на этой территории Но это было не все Хозяева этой деревни спали на колонках И как только мы начали взрывать, они появились в онлайне Но даже это нас не останавливало Мы собирались закончить наши грязные делишки Почему это? А, этот магаз Я нашел патроны у него в турели Разбитых Блин, это не лутаемые магазины, просто фу Разбил Мы там наворовали просто огромное количество патронов И смогли даже обворовать кое-какие магазины Этой ночью мы нанесли огромный урон этой деревне Так закончились наши первые сутки выживания Зайдя на следующий день, я увидел то, что меня убил очень знакомый Ник Нас что, зарейдили? У нас что, два дома зарейдили? А засыпал я в своем стареньком домике, где ничего уже не было Чтоб вы понимали, насколько они были обижены Они зарейдили два наших домика В которых абсолютно не было ресурсов Потому что мы знали, что они нас зарейдят Ха-ха-ха Мы действовали по нашему плану, называется обманка Прикинь, у нас два дома зарейдили Да? А, да-ха-ха-ха Под ноль? Вообще все Так, я надеюсь, бункер цел Бункер выглядит целым Еее, мы не зря переносили Мы не зря до 6 утра, слышишь? А-а-а А-а-а Они даже бункер пытались зарейдить, прикинь? Да? Да Не хватило? Там дырочка в стене Надо ее застраивать пастиком Бункер наш был цел и невредим Они прорейдили всего лишь каменную стенку, за которой ничего не было И судя по тому, что они не дорейдили У них явно не хватило ракет И они побежали докрафчивать То есть я зашел по такому таймингу И смог даже застроить свой дом Вау Я застроил дом Гантрап тебя убил, да? Да, я забыл, что это Ха-ха-ха Ха-ха-ха Меня тоже убил Ха-ха-ха Я забыл, что когда чужой шкаф тебя гантрап убил Так, нам сейчас нужно дерево и камень Нам нельзя было терять ни секунды Я схватил бензопилу и побежал фармить дерево В то время, как Серега фармил камень Чтобы нас точно не зарейдили Нам нужно было ставить буферку Они рейдят еще одну кибитку здесь Они все кибитки будут рейдить А на доме китайских читеров Мы поставили ветряк, чтобы зарядить аккумулятор Ведь в будущем мы планировали запитать турели Все, 100 энергии сюда идет Мы продолжали следить за этими клановыми игроками В надежде, что они когда-нибудь выключат турели Чтобы залезть к ним на территорию А еще на верхней вышке я увидел то, что мы можем разбить турели Сколько турелей нам надо разбить? Я не уверен, но турели, по-моему, не повернуты в нашу сторону Это означает, что стрелять они потенциально не должны Можно затестить Турели мы разбить могли в любой момент А вот залезть к ним на территорию Шанс один на миллион Я за ними следил долго И увидел то, что на территории никто не бегает Поэтому решил попытать удачу Да, есть хорошие новости Одна турель по мне не стреляет Но наверх я, походу, не пройду Разбить турели копьями, кстати говоря, тоже не получалось Они в онлайне, да? Да, он спрыгнул вниз Ладно, тогда идея другая Пойдем турели разбивать Пока они были в онлайне Залезать к ним на территорию было самоубийством Тогда мы приняли решение поразбивать турели И там я встретил своего старого знакомого Это ИДЛ ИДЛ, ты что тут делаешь, алё? Это кто-то В Дискорд, в Дискорд зайди Ты знаешь, кто это Ты что тут делал? Я турели убиваю Так мы тоже собирались это делать, слышишь? Блин, я не достаю до них Я вот прямо по ними Да, стрелы кончились Всё Всё, она сломалась Тут можно как-нибудь залезть на бег? Тут открыто Она сломанная вообще А чё они там делают? Там как будто кибитка для рейда строится Ты видишь это снизу? Пойдём Мне стало интересно Что это за кибитка И почему она строится впритык к этой деревне А ещё больше интересно Почему у них были топсеты с этой башни Нас заинтересовали эти ребята И мы решили узнать, кто же это построился Офигеть То кабан, то медведь Как они задолбали Заходи внутрь Заходи, заходи Прыгай туда Он один Там нужно прыгать и добивать справа дырка Хоть Серёга и убил его Но его задушили толпой Оказывается Это были друзья деревни Мы конечно попытались их убить второй раз Но что-то пошло не так И я не попал в него с ракеты Я тогда ещё не знал Что они друзья того большого клана И поэтому пытался их подсидеть А узнал я, что они друзья Именно в этот момент Когда по мне начали стрелять с вышки Спустя несколько попыток их уничтожить В моей голове появились мысли Если это новички Которые строятся рядом И новички Которые были у них на территории А не означает ли это то Что у них выключены турели Они все турели выключили Готовьтесь Сейчас будет эпик Наступила ночь И это было самое подходящее время Чтобы устроить биг Йонг Серёга был вооружён биноклем А я лестницами и двушкой У них были выключены турели Это был наш шанс Я попробую со стороны фермы Залезть к ним через сбор Один на башне На которой он обычно сидит Это где мы первый раз в турели Или сегодня, который вы долбили? Где сегодня вы долбили? Я попробую залезть откуда-то отсюда Смотри, за фермой Чтоб он не видел ничего Сейчас мне надо обойти же Пока никого не вижу Может залезть Чё я полез? Надеюсь, она не слышит Стой, на вышке фонарик ПНВ сейчас спасло бы ситуацию Всё, можешь идти Он отвернулся Там бомжи бегают Всё, он в ФК встал Можешь лестницы ставить Так Тип залез на территорию Откуда он залазит? В зданиях ворот Тут гантрап Ты на самом верху крыши? Я у них внутри Тут калаш А ты уйти сможешь? Ты, походу, не представляешь Что у них тут лежит Тут куча оружия Там гантрап стоит Главное, чтобы они не спалили Тут везде гантрапы Давай, я сейчас оружие наберу Тебе нужно подойти вниз Где Где залаз? Где забор у них Ну, где ты залез? Да Надо, походу, сваривать уже Где хоть какой-то забор у них Он ищет тебя Прям за тобой идёт Он меня спалил Я вылазил Я вылез Уходим Уходим нафиг Серёга Беги Я попробую Забладить Уходим Не, 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 уходим Не надо отвлекать Просто уходим Они нас не догонят Уходим Мы дома Мы дома Это что было? Это подарок, наверное Это, наконец-то, подарок судьбы был? Смотрите Я ещё покажу, что я украл у них Нормально А это с прицелом Смотри Томпсон Фух Что, посмотрим ещё раз туда сходим? Ну, это ночью надо Сейчас не вариант Сейчас они Не, сейчас посмотрим А сейчас они бегают Там или нет Что они делают? У них, по всей видимости Настолько сильно сгорело Что они начали убивать Друг друга На своей же территории Кажется, слышишь? Они не в восторге Ты слышишь, как они стреляют? Ну, да Может, они друг друга теперь убивают? Типа, свои обворовали? Да Как раз новые эти, калашисты Ну, я все пушки забрал Которые можно было забрать Знаешь, что странно было? Там чувак зашёл С арбаретом Он прям крался И в дверь вошёл Понял? Ты думаешь, они зачистку устроили? Я думаю, да В эфире программа Контрольная зачистка В итоге турельки Они всё-таки включили И большинство из них Село на вышки Они явно были Чем-то недовольны Хотя это странно Ведь мы делали всё Чтобы они были счастливы От одного до десяти Как сильно у них Сгорела жопа от этого Блин, ну Видишь, если они провели У себя зачистку Плановую, да То, мне кажется На все сто Спасибо за калаши Слабые, слабые, слабые Мы знали, что эти ребята Придут нас снова рейдить Поэтому решили Укрепить защиту И отстроить пустышки После того, как мы Обокрали их базу На их территории Началось что-то непонятное Они начали Жёстко активничать Проснулись, руферы Но нас это ни капли Не волновало Мы занимались Своими делами Валли Меня зовут Валли Да, в этот момент Я действительно Почувствовал себя роботом По сбору мусора Я настолько к этому Приловчился Что понял, что Нафармить здесь скраб Гораздо легче Чем спускаться в метро А для чего нам нужен был скраб Вы можете меня спросить Мы хотели изучить большую печку Вот тут можно просто построить Смотрим Ну тут хоть безопасно Да, давай где-то здесь Наконец-то у нас появилась Большая печь Мы о ней мечтали Очень долгое время Нам нужно было много металла Чтобы полностью улучшить Наш бункер Чтобы соседи Потратили на нас Много ракет Тем же временем Деревенские жители Что-то замышляли Они даже попытались Расширить свой домик Но тут пришли мы Казмачик справа Справа от тебя Наверху А Их двое не больше Я двоих убил Он заспаунился Бежит к тебе Тоже думаешь Нечего там ловить уже Да, я пэшку хоть забрал Пошли они Это моя пэшка Надо спальник Еще в печке поставить Везде надо спальники Раскидать Домик же наш Мы подготавливали к рейду Улучшали его максимально И тратили огромное количество ресурсов Скажем так Это всего лишь Была приманка Для огромной деревни Но мы на бункер Будем потом пойти Мы просто сделаем его Максимально не пробиваем И мы все Не забывай Что мы можем Второй бункер Построить рядом Наш небольшой домик Мы полностью улучшили в металл Большая печка Нас выручила неплохо Так, центробина у нас почти в полуметалл Главное, чтобы они нас потом рейдить пришли А то у нас столько готовимся А они потом фиг придут После того, как у нас уже было все готово Мы отправились еще немного пофармить И по пути забайтили какой-то клан Они постоянно стреляли с АВМ А нам как раз таки нужна была винтовка Все, я делаю вид, что я пострелял Сиди тут прям Под фундамент Прям сядь, если можешь Он не за вас Все, сейчас они будут идти Прыг, прыгай Наверху, справа от меня Срево для тебя На тебе, на тебе, на тебе Один готов? На меня он забил Второй готов Все Лутай того, я и за этим пошел Лутай его и убегаем У него что-то еще, типа СВДшка Да, уходим Все, найс Вот это изи Все, уходим домой Блин, на самом деле мне нравится Он спрашивает, как дела Мы сейчас вышку построим У нас теперь есть винтовка Ох, смотри 5000 4000 металла Сюда Мы стояли АФК И занимались своими делами Ждали, когда наплавится метальчик И в какой-то момент Я услышал, что по нашему дому Кто-то бегает Что, мы их боимся, что ли? Что, идти к тебе? Навальный И тут жители деревни Все чаще и чаще Начали прибегать к нам под дом Это явно что-то означало У нас типа хаты Убил еще одного с Томпсоном Под хатой вот так И под хатой и того Один прям под дверью лежит Там сумочка лежит Там под деревом Выходишь за забором Еще одного убил Что мне? Я убил, наверное, его, но я лежу Меня убили Он с ракетницей Он на мне Он на мне прям с ракетницей Муха Муха Кеда А, короче, все Наш план работал, как швейцарские часы Долго байтить деревню нам не пришлось Стоило всего лишь их пару раз наказать Один минус Их не тре Я троих только увидел Одного я убил Троих убил Четверых убил Серега, быстрее Вот так их, что ли? Что делать? Вот так? Под хатой трое валяются Один под забором Живой В топ-сете Я не знаю Убил Сейчас я спаунюсь Бегу Они бежгут бомжами Все трое И к тебе еще один фуловый бежит Четверо бегут Минус раз Их очень много Это вся деревня пришла к нам Гном Убил гнома Еще убил Еще убил Я всех убил нафиг Я бегу Я не знаю Это ты, блин Боевые ракеты Сэш Я прибегу У меня много спали Еще убил Я заношу боевые ракеты И казалось бы Вот мы отбились от всех противников Но не тут-то было Они явно на этом останавливаться не собирались Где они? Вот под деревом Где ты убил того Типа Их двое под забором здесь Двое Ты что справа Подхатай, подхатай, подхатай А че Фигово Он справа Края забора Пикает один тебя Казматин С задней стороны забора Он на На правую Один на крыше был Там сейчас ракеты на крыше Их три на крыше Тут большая проблема Знаешь в чем? Дерева нет Что у нас просто ни одной единички дерева нет На самом верху На самом пике Найс Он бафает Они что-то пробахали уже Убил ракетчика Меня положили Где они? На мне Со стороны входа Двое Сейчас еще прибегу Тут стенки нет Тут нет стенки Я взорвал одного И когда мы поняли Что отдефать нам дом не получится Мы просто сидели И смотрели за ребятами Как они рейдят наш бункер В котором Абсолютно не было никаких ресурсов Максимум Что они там могли найти Это пару калашей Оружие Которое я у них своровал И пару тысяч серы Конечно мне было с одной стороны Грустно потерять моего напарника Джуджо Которого я так долго строил Столько ресурсов в него потратил Ну а с другой стороны Он выманил слишком много ракет клановых игроков Уже такое не дефается Слышишь? Ну очевидно Походу у пацанов не окуп Они до сих пор его рейдят Слышишь? Интересно им хватит? Да я думаю хватит О тут прям лютый замес пришел Да тут 10 человек только с одной деревни пришло И понимая что скорее всего После нашего основного домика Они зарейдят нашу печку Я хватаю все основные ресурсы И отношу в доме китайского читера Не это вообще пушка Хорошо когда много домов План отступления Инфа нужна Бегу Я побежал с металлом отсюда До китайского дома нормально Чисто Беги Бегу Я сейвлю 5000 металла У нас в доме металла меньше было Сейвил последнее под одной дверью О он стреляет тебя Слышишь? Да он меня убил Ну я все засейвил У нас каждые Каждые 5 метров дом Стоник какой-то Не двигайся там Не двигайся вообще ничего не делай А мне двое Они сейчас печку будут рейдить Слышишь? Он печку чекает А купаться буду да опять? Окуп будет слышишь? Я оставил там 500 металла переплавленного Я думаю это окуп Сейчас Подожди Я залезу в печку И буду байтить их на рейд Давай Пацаны Пацаны Как за рейдили? Я калаши забрал Я два калаша забрал Ты сможешь уйти еще? Бежит в ту сторону Я ухожу Слышишь? Калаши вернулись обратно к папочке Конечно печечку они сразу же пробакали А потом каким-то образом нашли и тот дом Который я ни разу в жизни не палил Ты можешь рядом заспавниться побегать? Димасик Димасик Ты че тут сидишь? А ну вылазь Он с щитами походу Просвечивает что? А на на А на на А он с щитами походу Знаешь почему я так думал? Ну Он подбежал к дому и говорит Димасик Димасик Понимая что и этот домик они скоро будут рейдить Я принимаю решение полностью улучшить его от металл И закатать шкаф так Чтобы жизни медом точно не показалось Они рейдят? Ну я застроен Ну пойми у нас тут много И тут у клановых игроков немножечко сгорело А для тех кто хочет увидеть полную версию бомбящего его пукана Заходите в мой телеграм Потому что на ютубе такое выкладывать я точно не могу Они на 40 Я че зря аккумулятор заряжал? А Все рейдят Опять А пусть рейдят Я застроил уже все Все потратил? Да Я по фуллу застрял Офигенно вообще Убили калашиста Держу в курсе А еще приятнее Что вы потратили очень много ракет Давай еще пофармишь? Еще пофармишь? Давай еще пофарми, братик Нет, я не добью Ёлки-палки Зернышки клюю Ё-ю-ю-ю-ю-ю-ю Гребешком трясу Сусусусусусусусу Я такое душгило, вы давно не видел Ты с двушкой будешь? Они будут заряживать носу Давай-давай-давай-давай-давай Иди сюда Сюда, иди сюда Я сдох Нееет Это наш был пятый дом Нееет Серега, нет Он выдержал очень много ракет Ну это окупу, слышишь? Для них опять Слишком много ракет Пять! Пять чуваков? Шесть Они рейдили опять металл-потолок ради одного калаша, ты представляешь? Калаша, который я у них опять забрал с пайпа Не получилось у нас вышку возле них построить Короче говоря, от нашего домика не осталось абсолютно ничего Но честно говоря, мы были просто в восторге Они потратили на нас огромное количество ракет И я думаю, эта цифра перевалила за сотню А что они у нас забрали? Правильно! Только оружие, которое я с них выбил А сейчас я вам покажу, что осталось от нашего непробиваемого бункера Я Томик нашел? Томик! Я нашел Томик! Ты возле меня бегаешь? Да Я лежевой Томик Я не знаю, что делать Слушай, ну, знаешь, вот такой ремонт меня вполне устраивает Тебя устраивает? Ну-ка, подойди, смотри Дай-ка я посмотрю Смотри, это... Слушай, мне кажется, мы не тех строителей наняли Да? Мне кажется, слушаешь, у нас дом в два раза больше был Как думаешь? Да, да Мне кажется, тут не было этой лестницы Но зато... Вот смотри Смотри, какой дизайн, да? Зато стало просторнее А-а-а-а Это они хотели нам показать, короче Дом в разрезе, понял? Дом в разрезе? Ну, в принципе, да Вот с этой стороны Ну, да Нормально, я считаю Что, будем еще один дом строить? Я предлагаю еще один построить Они любят нас порейдить После рейда Снова разбиться до оружия Нам не составило и труда Мы наубивали очень много челиков в пустыне И даже застроили нашу печку Теперь это был наш единственный дом Ты хочешь в НПЗ сбегать? Да, там металлическая дверь есть Все, можешь бежать А потом я самую малость поговорил с ребятами Которые нас рейдили И оказалось, что в рейде участвовало 12 человек Целых два клана А сколько вас рейдило? Я так полагаю Вы тоже участвовали? Все? Ну, конечно Ну, человек 12 Ну, там кто-то дома сидел на крафте Кто-то отпатился Кайфово, слышишь? Хороший дом был Мне понравился ремонт Ну, просто понял Ты выбесил их очень сильно Они говорят Пошли, пошли, пошли Ну, ничего страшного Мы еще один дом построим Это дело наживное, как говорится Ну, давай Этот дом гораздо выглядит лучше Атмосферно, да? Атмосферно, да Судьба у нас такая с тобой Начинать сначала Начинать сначала Два путника Биба и Боба Сопротивлялись целый вайп С какой-то деревней Не, ну вообще Это было жестко Но мы еще вернемся Что нам стоит дом построить? Седьмой раз подряд Но ты Ты не думаешь, что этот дом Выглядит гораздо круче, чем тот Который у нас был? Не, ну вообще Вот с этой, конечно Атмосферы Очень такая прям Не хватает стула Все Вливаем Пора отдыхать Так закончился наш второй день выживания Но это был Далеко не конец Спустя два дня Зайдя на сервер Мы увидели то, что некоторые базы у них были зарейжены Но эти ребята По-прежнему онлайнили Ах да Нашу печную тоже ночью вынесли То есть Мы снова были бомжами Но это нас не останавливало О Вся ткань сюда Два безумца продолжили идти по своему нелегкому пути Ведь кто бы победил эту деревню, если не мы Я хочу, знаешь, куда залезть? Пойдем, я тебе покажу просто Блин, чуть-чуть не хватает На второй Сколько не хватает? Да, два Две ткани На Ты себе сделал? Меня заинтересовал один домик, который выглядел, как будто бы его не лутали Поэтому я решил туда запрыгнуть Прыгаем на забор Хорошо Найс Все, я забожил Я здесь Ааа, прикинь Че? А нафиг сюда нужно было прыгать, когда с другой стороны была дырка в заборе Ха-ха-ха Да, нормально Все выглядело максимально странно Здесь я нашел двойную МВК-дверь, которая валялась просто на земле А после увидел дырку в заборе И зачем я сюда прыгал, вы можете мне спросить Но я не отвечу вам на этот вопрос, потому что я сам не знаю Потом мы с Серегой решили пошариться по всем домикам, которые здесь стоят В надежде что-нибудь найти Но там я смог найти только свою смерть Меня убила турелька Заряженная турелька То есть, у нас был смысл скрафтить ракетницу и повзрывать эти турели Как вы знаете, ракетница со скоростной ракетой у нас была изучена А второй верстак находился на сгнившей базе Поэтому мы решили здесь построиться И ни капельки не нагло А всего лишь на их территории На Тут скраб немножко, трубы О, еще что-то Сгнило Блин, фигово, у них ничего нет Какие-то вообще бомжи Не, их оборовали Понятно, надо же все равно их назвать бомжами Уже сейчас я представлял, какой контент нас ждет впереди Выживание на территории противника Они явно были бы в восторге от такой наглости Оказывается, на вышках лут хороший, да? Павница Может быть Ну я же там где-то до рук пошел А, нифига себе ты О, я могу еще серы нафармить по пути Мы можем и ту деревню ограбить, которую изначально обворовали Там по-любому леса куча будет Так, все, сделай мне топорик Слышь? Там что-то еще есть, интересно У этих пацанов турелей нету Что? Чтобы дальше шкодить, нам срочно нужен был дом Потому что отдавать лидер-луп с топором на старте Это была плохая примета Немного посовещавшись, мы приняли решение Застроить эту территорию Потому что тут стоял второй верстак И чтобы возле нас не бегали различные бомжи Мы закрыли дырку в заборе Точнее, проем Ага Не, мы сейчас вот так за Топ-центр у нас был, он в ВК-двере защищен Угу Все, вставить? Да Замок есть? Хотя, я думаю, шкаф ты и сам можешь, да, тут влепить? Я пойду пока попробую на территорию запрыгнуть без ничего Все занимались своими любимыми делами Я пытался обворовать соседей А Серега фармил дерево Походу в онлайне какая-то база В онлайне вот эта база, которая новая построилась рядом Мм Там соплю вызвали О, тут турели какие-то вытащены О, тут дерево много, слышишь? Отлично, то, что надо Тут лут есть в ящиках Ну, должен быть в теории О, тихо Че? Я, походу, внутри в доме у них Тут открыто все А как ты зарезал? Я авторизовался, я авторизовался в этом шкафу у них Я в шкафу Тут есть одежда Патронов куча просто Куча оружия здесь Тут болт лежит Компоненты есть Судя по тому, что некоторый лут валялся на земле Нам нужно было поспешить Потому что, скорее всего Кто-то обворовывает этот домик, кроме нас Так, я выпрыгнул Скалаша стреляют Все награбленное мы сейвили в нашем новом домике Конечно, было страшно за этот лут Но нам нельзя было терять ни секунды Тут труп валяется Я хочу глянуть, кто это А, это А, это я Пойдем Экскурсию проведу Мы забирали с этой базы все, что только видели Потому что нам нужно было абсолютно все Ведь мы знали, что нас ждет очень долгое противостояние с этой деревней Компоненты, компоненты Понял Пойдем Я фул забит Надо отсюда потихоньку сваливать Тут ящик есть Скрафченный уже Пойдем Домик наш там И все это время Кто-то стрелял на заправке Скалаша Меня это очень заинтересовало Потому что я понимал, что, скорее всего Там перерабатывают компоненты Немного обезопасив наш домик Я отправился туда Убил 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 Прикол У меня две с половиной тысячи скрапа Надо домик улучшить, может, дверь еще поставить Две с половиной тысячи скрапа У меня куча МВК Дай-ка я пойду дверь поставлю Давай, давай Контент продолжается Слышишь? Ха-ха-ха Естественно, я понимал, что он вернется на заправку снова Поэтому решил его перехватить Убил типа Тут еще две тысячи скрапа Все, домой? Домой, конечно Он, по-моему, вышел Что, будем улучшать дом, слышишь? Думаю, да А что нам с этим скрапом делать? Ха-ха-ха Опа Кто-то ползает? Да В ботиночках Двушка поможет мне или нет? Сейчас нам поможет только металл-дверь Вот оно Не, мне надо другую пушку Ты видел, да? Ты его видел Он под дом идет? Да Или двушку взять? Че взять? Пока Серега пытался понять, что ему лучше взять двушку или коллаж Я тратил весь скрап, который у них выбил Нам хватило, чтобы изучить все Тут у нас сразу на улицу, да, дверь? Да Не открываю пока Они зажали нас с двух сторон Поэтому мне пришлось ремовать потолок, чтобы дать им отпор Хочешь, я сделаю так, что он нас зарейдил сразу? Все, они сейчас нас зарейдят Ты убил его? Да Он по дверью, да По дверью которой? Внутри Я его убил Гном Короче говоря, они узнали, где мы живем Поэтому все МВК мы потратили на улучшение нашего кубика Так, за этой дверью у нас ничего нет, да? Можно сюда поставить витрину А выход через крышу сделать Че думаешь? Витрина дорого рейдится Она дорого рейдится И как вы думаете, долго ли нам пришлось ждать этих ребят, чтобы они скрафтили ракеты? У нас походу хаты опять не будет Он прям в МВК стреляет, а я отстрелиться не могу Один минус Они внутри двое Срево один Он меня убил Я ему три хита отдал и умер Один из них был в джаггерсете и убить его обычными патронами просто не было шансов Но они не знали, что я гений Поэтому у меня были зажигательные патроны Стой, не открывай Закрой дверь, отойди! Дверь закрой! Дерево нужно Нужно дерево, слышишь? А я смогу зайти? Я убью одного! Внутри которого убил? Да, с базукой убил Второго убил на территории Я вижу его Я забрал ракеты Еще зовут он и дороги Убил его! Заходи, заходи, заходи И план постройки быстро Он на крыше Вижу его Я чуть не умер Да, план постройки себе крафт Есть уже Застроится? Да, надо застраиваться Застроился? Да Блин, у нас дерево что-то застроился Ты улучшился, нет? Я в дерево только успел Они и рейд Нормас, нормас, нормас Знаешь, чем проблема? Ты залез не могу? Они со всех сторон могут зайти сюда У меня шесть ракет есть У меня шесть ракет есть Я в камень улыбился Кто-то под домом лазит еще, да? Под домом убил врага Я не смогу отсюда выйти А ты скинуть не сможешь? А ты скинуть не сможешь? Ну, стреливай все в них Чтоб он ничего не досталось Там еще на вышке другой сидит Вижу его Убил Еще плюс коллаж Вот-вот Ты сюда можешь скинуть В эту дырку В какую? Где у нас дом Где дырку мы оставили Между дверьми Три хита ему дал Убили? Я ему хит дал, я не знаю Возможно убили, я домой несу ракеты Давай Надо дырку эту застроить Что за жесть, Серега нафиг? Еще одного убил Еще одного убил Еще одного убил В какой-то момент У них настолько сгорело, что они начали стрелять со своей башни по нам с ракет И не со скоростных, а с боевых А это гном теперь А это гном теперь А это этот ангелок Это боевая ракета, слышишь? Он просто стреляет? Он боевыми ракетами стреляет с крыши Он сумасшедший Это боевые ракеты, нафиг Он зарейдит опять хочет нас? Диспавн ракет идет или что? Угу Да, он в землю просто стреляет Не-не-не, он пытается в нас попасть Он диспавнит ракеты Давай знаешь, что сделаем? Ну По приколу мы можем вообще к ним на территорию сейчас залезть На крышу вот этого дома и забахать У него там ракеты есть А какой ф*** варен? Блин, я тебя убил Да Это он наш оттуда востреляет? Да, с вышки, с огромной каменной Сишка Он две сишки принес Что? Отгелок? Нет, его друг Какой гном? Империал что-то там Их трое уже Один минус Второй минус И где? На улице? Да Монтерада Отпускать ребята нас явно не собирались У нас появились ракеты, которые мы решили потратить на большую каменную башню Нет там турель Ох ты Офигеть ты вовремя сказал Так аккуратно Стой, стой, стой Он с этой вышки стреляет Давай щас ему устроим подарок Пострелять Да ща бахнется и будем бахать дальше Блин там МВК Стой Прыгай сюда, тут по гаражкам пойдем Пофиг А на сколько их хватит? У него тут все открыто может быть Он на самом верху Он вней.. вниз прыгает Он прыгнул Он прыгнул Он умер Ха-ха-ха Ха-ха-ха Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе пушим башню а на рестнице нельзя стрелять да тут гантрапы блин а теперь я не перелез отойди вниз хазматчик справа наказан нет два хита ему дал как я крою срежу за ней убил его но он не откроет скоростные ракеты были я вижу он стрелок а я походу я же а ракета наказан он с окна еще стреляет с другого дома убил как выйти отсюда но мы отсюда не выйдем серёга будем сражаться до последнего отходи отходи у щит все у меня купил очень мало иди сюда лево там чел там чел срела внизу это его куда лда на еще бинты нас тут не выйдем короче обратно лезем на башню и сидим там мы их настолько сильно довели что они просто начали диспавнить ракеты по своей же башне я не знаю что ими двигало в этот момент по тебе слышно что у тебя жопа горит его боевая ракета как же у тебя горит мужик чтобы понимали всю суть этой деревне я находился на их вышке прям на их территории где было много турели у меня было всего 2 хп и меня убили не они я просто умер от голода вот настолько они нас боялись слушай ну вообще мне нравится такой движ и мы бы конечно продолжили воевать с этими ребятами дальше но к сожалению они все за диспавнили и ливнули с этого сервера но 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 не разговаривали еще и еще не очень же не раз не разговаривали разговаривали с ним вообще вообще не разговаривали спасибо тебе за 5 тысяч скрапа и за ракеты за все спасибо ты хороший фармер а мы этим же временем отдали все свои ресурсики которые выбили с них бомжиком из мирного города мисс красота сюда иди здравствуйте у нас сегодня слушай у нас сегодня распродажи хватайте еще мое хватаем пацаны хватаем спасибо ты лучший бро все удачи вам пацаны забирайте все мы уходим мы уходим за катронов не будет а я все скинул что у меня было долгое время два путника вот один и вот 7 сражались против огромной деревне а почему мы это делали мы хотели обезопасить бомжей которые тут строились ведь они выселяли всех в округе с них мы смогли выманить огромное количество ракет за дизморалить их окончательно чтобы они просто покинули этот сервер и я считаю что история двух безумцев заслуживает твоего лайка вы не представляете сколько сил и эмоций мы вложили в этот видос сколько раз нас рейдили и сколько раз мы пытались выйти с этого сервера но мы снова возвращались чтобы закончить эту историю и я бы даже сказал что это не история а целый фильм не забывайте про мой телеграм там сейчас кстати идет розыгрыш да и вообще я там с вами стабильно общаюсь а вы до сих пор туда не зашли ссылочка где правильно в описании и всем пока